Животные настолько невероятны, что мы, люди, не придаем им должного значения. Одним из их самых недооцененных качеств является их способность формировать прочные связи с людьми. Жила в нашей деревне девушка одна, неприметная. Все одна ходила, ни с кем не встречалась. Мать у нее была деспотичная, почти фанатка религиозная, никуда дочку от себя не отпускала. Одежду модную одевать не давала. Ни на танцы, ни на посиделки не пускала. Нюра не спорила с матерью, а куда там спорить, то чуть что сразу за хворостину хваталось. А если не хворостиной, то работой заваливала дочку. Работа говорит дурные мысли и сгоняет. Поговаривали, что потому что у Нюрки мать была такая деспотичная, что сама Нюрку нагуляла. Поверила одному красавцу, а тот ее беременную бросил, вот она на всех мужиков и ополчилась. Нюрка от парней шарахалась. Одна у нее была отрада, когда Нюрке 18 исполнилось, ей разрешили работать на ферме, мужиков там не было, только доярки. Сам фермер был мужичок в возрасте, женатый по мнению матери и Нюрке не представлял угрозы для благочестия ее дочери. Когда Нюрка стала на работу ходить, она расцвела. Девушка она была добрая, общительная. Однако это стало поводом для наказания ее матери. Что-то ты уж больно счастливая с работы приходишь. Чей там не работаешь, а с парнями обнимаешься, грязная девка, орала на нее мать. Да, что вы мама, откуда там парни то? Вы же сами видели, что там только женщины работают, оправдывалась Нюра. Да сейчас и женщины все испорченные, ты их не слушай. Они тебе и обо мне будут всякое говорить, ты уши заткни и не слушай, а сейчас иди печку пилить, строго приказала мать. Ну я устала, мама, пыталась возражать Нюра. Вот, ты уже и матери перечить научилась. И что то, что ты устала? Иди пилить, пока я тебя трубу еще чистить не заставила, орала на нее мать. Ведь только на той неделе пилили, говорила Нюра. И теперь, потому что тебе лень, печка будет грязная стоять. Сказать мать. В общем, только глупый не видел, что Нюркина мать умом поехала. Мать полностью подавила ее волю и психику. Видимо, девушка боялась, что мать увидит какую-то радость у нее на лице. Это было просто верх покорности. На ферме был старый конь, он был уже больной. Ел, гулял и наслаждался жизнью. Нюра подружилась с ним. Раз уж мать не разрешала ей общаться с людьми, то против коня она же не будет. Нюрка носила старому коню угощение, больше всего он любил черствый хлеб. Пока он жевал хлеб, Нюрка гладила его и заплетала косички. Приходя домой, Нюрка рассказывала о том, какой конь ласковый и умный. Но и тут мать не находила радости за дочь. Ты мне еще скажи, что ты его полюбила. И почему тебя обязательно к кому-нибудь тянет? Почему ты не можешь быть самодостаточной девушкой? Ворчала мать. А потом вдруг Нюрка заболела, ей стало плохо прямо на работе. Вызвали скорую и не приходя в сознание ее увезли в больницу. Небось притворяется, чтобы отдохнуть в больнице, да врачам глазки строить, ворчала мать Нюрки, когда ей сказали, что дочка не придет домой, она в больнице. На следующий день мать поехала навестить дочь, ничего с собой не взяла, даже конфету. Ну ты чего тут удумала, решила, что будет тут отдыхать и врачам глазки строить? Не выйдет. Собирайся домой, орала мать на Нюру. Женщина, вы тут не одна, здесь больные люди лежат, осадили Нюркину мать, другие пациенты. У вашей дочери рак, сказал врач на обследование Нюркиной матери. И что, теперь она не может ничего по дому делать? Спросила Нюркина мать. Женщина, у вас что, шок? Я вам говорю, у вашей дочери рак, в четвертой степени. Стадия даже неоперабельна, она погибнет, сорвался на Нюркину мать доктор. Ну тогда похороним, проворчала старуха и пошла домой. До самой выписки мать больше не приходила к Нюре. Девушке было так обидно, она даже пожить не успела. А тот короткий срок, который отвела ей судьба и без того был испорчен ее матерью. Практически через год после выписки из больницы Нюра погибла. Многие собрались на похороны, пришли доярки с работы, пришли девчонки, которые учились с ней в школе. Многие плакали. Только мать не проронила ни слезы, она стояла как каменная. Хватит тут уже сопли распускать. Бог дал, Бог взял, ворчала старуха. Вдруг неожиданно раздался топот, вихрем с пылью летел старый конь, он прыгнул с разбега прямо в яму и стал топтать крышку гроба. Конь был большой, тяжелый. Никто не решался его остановить, он продолжал прыгать и разбивать доски, до тех пор, пока из могилы не послышались непонятные звуки. Конь начал топтать гроб, бросившись в могилу во время похорон. Когда тот треснул, люди услышали плач. Услышав их, вся деревня вздрогнула. Это был детский плач и все, кто присутствовал на похоронах, были в шоке. Откуда мог взяться ребенок? Мужчины решились и подошли к коню, который продолжал топтать гроб. Они взяли его под узды и отвели в стороны. Чего вы стоите? Закапывайте скорее, орала мать Нюры. Один парень спрыгнул в могилу и достал новорожденного младенца, откуда в Нюркиной могиле мог взяться маленький ребенок. Уберите его обратно и закопайте, орала Нюркина мать. Пришлось вызвать скорую и увезти старую женщину в психушку. Участковый провел целое расследование и выяснил. Оказывается, после больницы Нюра приехала уже в деревню беременная, она долго скрывала это. Нюра была непреклонна, она знала, что все равно умрет и решила оставить ребенка. Рожала Нюра дома и лишь немного успела подержать малыша на руках. Мать девушки, решила, что ребенок будет ее позором и скрыла его появление. Готовив хоронить дочь, она положила его вместе с ней. И только старый конь, почувствовав, что с ее подругой случилось несчастье и рожденного ею ребенка, побежал его спасть. Только благодаря коню и его решимости, он смог спасти ребенка. История лошадей начинается с влажных и густых лесов американского континента. Там 60 миллионов лет назад впервые начали ходить грациозные создания. Но так ли они выглядели? Считается, что прародители лошадей были не больше собачки и назывались эогипусами. Эогипусы чем-то напоминали маленького олененка, вот только копыты имели сразу несколько пальцев. Со временем все эти пальцы срослись в один копыто. Питались прародители травой, листьями, фруктами и другой растительной пищей. Врагов у маленьких лошадок было предостаточно, поэтому природа наградила их, крепкими ногами, которые удерживали их и на болоте, и помогали убегать от хищников. Окрас не всегда был пятнистый, иногда встречались и полосатые особи, но это никак не влияло на способности эогипусов. Вскоре лошади начинают приобретать привычный вид и становятся анхитериями. Анхитерии внешне стали напоминать маленьких пони, да и ростом как раз такие же. Копыто потихоньку срастались, образовывая три пальца. Враги, как и раньше, любили полакомиться маленькими лошадками, вот только последние в свою очередь стали быстрее бегать и научились высоко прыгать, что очень помогло не стать вымершим видом. Окрас этих созданий уже почти не отличался от остальных в их роде, поэтому они, как зебры в наше время могли образовать одну единую бегущую кучу лошадей, и хищник, ну никак не смог бы различить, где начало и конец одной особи. Следующее звено в развитии лошадей, это гипорионы. Именно они сыграли важную роль в дальнейшем развитии строения грациозных созданий. Гипорионы внешне очень напоминали газель, наверное именно в этот период лошади отделились от них. Удивительно, но этот вид лошади не изменил свои копыта, и они остались трехпалами. Только вот на каждом из пальцев появились копытца, что позволяло ходить по сыпучим и горным поверхностям. Что касается челюсти, то она была сильнее выдвинута вперед, это помогало пережевывать очень твердую и сухую пищу. Также гипорионы стали выносливее. Со временем гипорионы стали жить с плеогипусами, но влажная почва стала сменяться степями и плеогипусы оказались более приспособленными. Плеогипусы были очень разные по окрасу, поэтому и положили начало развитию зебр, ослов, куланов и тарпанов. Их копыта окончательно видоизменились и стали похожи на копыта современных лошадей. Лошадки стали разбиваться на группы себе подобных, то есть разделятся по цвету. Так сформировались и виды. Конечно до современной лошади плеогипусу надо еще немного изменится, но сила, выносливость, скорость и смекалка у прародителей уже были. Вот и закончилось наше путешествие в прошлое, мы многое узнали про грациозных и сильных лошадей, но кое-что еще предстоит узнать. Надеюсь вам было интересно узнать о этих прекрасных созданиях, ведь мы должны уважать то, что имеем сейчас. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.